Индия примет участие в саммите мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии. Цель Нью-Дели – донести голос глобального юга. Так сказал премьер-министр Индии Нарендра Моди. При этом он не уточнил, будет ли лично присутствовать на обсуждении украинской формулы мира, или от Индии будет другой представитель. Согласно последним сообщениям, более 50 стран уже подтвердили свое участие в саммите. Исправьте меня, если эта цифра уже устарела. При этом до сих пор точно неизвестно, будет ли на саммите делегация из Пекина. Да, исправьте, если есть уже некие данные о количестве участников, заявленных этого саммита. Каким вам видится все-таки формат участия Китая, и как вам на фоне этой китайской неопределенности заявление премьера Индии? Стран уже больше, более 60 стран. Но приговоры еще идут, все-таки еще время есть. И активно президент лично курирует эти переговорные процессы. И, соответственно, количество стран, я думаю, будет близко к 80, ну, как и заявлялось. Это будет большое, широкое представительство. И, соответственно, это один из главных параметров, что саммит важен. Потому что он ставит базовые вопросы. Базовые вопросы, мы уже неоднократно о ней говорили. Это вопросы о справедливом мире как таковом, имеется в виду не только внутри войны России против Украины, но о справедливом мире вообще, как, в принципе, главной концепции, которая позволяет другим странам рассчитывать на определенное будущее, на определенные правила внутри этого будущего. Второе, этот сами должен обозначить те риски, которые эта война продемонстрировала, да, но те риски, которые обозначила война России. То есть абсолютная беззубость, скажем так, нынешней системы международных отношений, которая не может как раз-таки превентивно эти риски убирать, ну, или, в принципе, гасить их на изначальных этапах. И это тоже нужно обговорить. Точно так же, как нужно обговорить недееспособность многих международных институтов, которые, в принципе, сегодня свои функции, уставные функции не выполняют вообще даже близко и так далее. Что касается представительства тех или иных стран, да, безусловно, было бы важно, чтобы присутствовали представители ключевых стран, которые претендуют сегодня на глобальное лидерство Китая и Соединенные Штаты среди них, несомненно. И будет странно, если эти страны, понимая то, что мир перестраивается, что мир требует новых решений, что мир требует новых площадок, новых подходов к проблемам, которые возникают, соответственно, не будут присутствовать. Это будет странно, потому что тогда они как бы самоустраняются от участия в построении вот этого нового каркаса международных отношений. На мой взгляд, как раз этот каркас сейчас закладывается, и в том числе на саммите мира он может закладываться, то есть какие-то базовые фундаментальные вещи должны проговариваться. И без стран, которые хотят и претендуют на роль глобальных лидеров, то есть на тех лидеров, которые прописывают правила, это очень странно не участвовать в этом. При этом делать ссылку на то, что мы хотим принять участие там, где будет Россия, это тоже странно, потому что что такое Россия? Россия — это как раз страна, которая уничтожает глобальные правила. И, соответственно, если вы хотите присутствие страны, которая заинтересована в уничтожении глобальных правил, значит, вы таким образом даете ей карт-бланш и говорите всем остальным, что правила не важны. Но для стран, которые планируют собственное будущее, которые имеют стратегию развития и собственного, и своих отношений с другими странами, очень странно притягивать на саммиты страны, которые заинтересованы в разрушении международного права. Поэтому переговоры будут продолжаться. Я думаю, что на каком-то уровне все равно будут присутствовать все необходимые нам страны. И они будут принимать в этом участие. Почему? Потому что это определяющее переломное событие. Даже не столько касается войны в Украине. Безусловно, она касается войны в Украине. На базе этой войны все это будет проговариваться. Но переломное для глобального пространства с точки зрения понимания трех вещей. Первое. Риски, которые сегодня несомненны. И их просто так убрать. Давайте мы там где-то заморозим конфликт. Не получится. Второе. Что глобальное пространство требует переосмысления с точки зрения институтов. Которые на нем работают. Ну и которые должны гарантировать стабильность. И наконец третье. Что если страна, которая обрушает международное право, международные правила. Продолжает себя вести активно. А вы на это смотрите толерантно. Это значит, что вы готовы обрушить весь мир в глобальные конфликты и так далее. Зачем? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok